В течение трех месяцев с февраля по апрель полторы тысячи студентов Воронежского государственного университета активно участвовали в сдаче норматива Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». До недавнего времени образ студента с сигаретой и с пивом – это типичный образ студента. А ведь все-таки мы должны задуматься о будущем нации. И поэтому возрождение нормы ГТО, возрождение здорового образа жизни – это нормальное направление развития в обществе. Ну и в целом студенчество. Но я сужу по численности студентов, которая была сегодня, и по той численности, которая заявлена на завтра. Я считаю, что у нас хорошая активность студентов, которые проявляют желание. Тем более, что никого насильственно не заставляют. Это сугубо добровольно. В мае Воронежский государственный университет провел фестиваль ГТО, в котором приняло участие 300 студентов нашего вуза. В программу вошли заключительные два вида испытаний – плавание 50 метров и метание спортивного снаряда весом 500 грамм для девушек и весом 700 грамм для юношей. Я считаю, что наше следующее поколение, наши дети, я думаю, будет дальше развиваться в этом направлении. И через пять лет это движение наберет большие обороты. То есть, помимо ГТО, очень многое, что сейчас возвратилось. Например, студенческие отряды, например, и так далее. С детьми стали больше заниматься, больше уделять времени спорту. Сейчас как-то нет на улице людей, которые постоянно выпивают. То есть, такой ситуации, как 10 лет назад, мы не наблюдаем. Правильно, да? Спорт стал в моде. Это стоит отметить. Это очень хорошо, позитивно. Это наше будущее. Это наше здоровье, наши нации. Лучшие результаты в метании спортивного снаряда у девушек показали студентки юридического факультета Анастасия Сверидова, Валерия Михалева и Алина Ермакова, а также Марина Кривцова, медико-биологический факультет, и Татьяна Киреева, фармацевтический факультет. Лидерами среди юношей в метании спортивного снаряда стали студенты геологического факультета Иван Синицын и Дмитрий Миронов, а также студенты факультета ПММ Александр Верютин и Андрей Роднищев, разделившие третье место. ГТО тренирует и здоровье, и общую физическую подготовку. Естественно, молодежь сейчас должна показывать хорошие результаты в данном направлении. Поэтому, мне кажется, его надо каждый год проводить, чтобы каждый год усовершенствовались показатели, и в дальнейшем, возможно, еще более и более становились люди сильнее. Быстрее всех дистанцию в 50 метров проплыли Александр Чичай, медико-биологический факультет, Александр Блиняева, Андрей Тарасов и Александр Верютин, факультет ПММ, Маргарита Лавлинская и Юлия Слепченко, экономический факультет, Роман Миленин, факультет географии, геокологии и туризма, и Дмитрий Ласточкин, химический факультет. Редактор субтитров А.Семкин